Теперь рассмотрим те же самые операции с использованием программы векторной анимации Animatron, в отличие от киностудии Windows Live. Загрузим рисунок, сделанный в Google рисунках SVG в векторном. Мы этот векторный рисунок можем редактировать здесь, используя векторный характер. Руку человека сделаем так, чтобы она могла вращаться вокруг шарнира, находящегося в этой точке. И то мы переставили точку регистрации руки. На этом, собственно, модификация наша заканчивается. Теперь мы ставим время на ленте времени снизу на одну десятую секунду. За одну десятую секунду человек у нас руку убирает. Мячик за это время будем считать, что у нас чуть-чуть сдвинулся. Теперь за полсекунды мячик падает на землю. И потом за две секунды, за оставшиеся полтора секунды до двух, откатывается на какое-то расстояние. На 0,01 секунды у нас рука убралась. На 0,05 секунды мячик упал. На 2 секунды мячик откатился. Вот точка появилась. Точка, соответствующая новому местоположению мяча, который называется как раз keyframe. Это у нас конечный ключевой кадр. Это у нас промежуточный ключевой кадр, когда мячик коснулся земли. Это у нас еще один. То есть у нас весь мультик будет состоять раз, два, три, четыре. Четыре ключевых кадра, которые называются keyframes. Интервалы времени, заключенные между каждыми двумя keyframes, называются твинами. Мы можем задавать свойства каждого твина. Мы нажмем правую кнопку мыши и выберем опцию выбрать сглаживание. Сглаживание по квадратичному закону называется здесь, второе оно слева, квад. И его выберем. Мячик будет падать ускоренно. Вернемся. До двух секунд длинный интервал времени, твин. Сделаем то же самое. Выберем set ising, квад. Но здесь у нас должен не ускоряться мячик, а наоборот замедляться. Поэтому нажмем точечку в клеточке out. И вернемся обратно. Вернемся к нашей сцене. И теперь наш мойтик, проигранный сначала, будет выглядеть так. Мячик падает и откатывается.